Добрый вечер дорогие друзья меня зовут Игорь Ряковенко и мы подводим итоги недели на канале Сотовижн очередные итоги недели и вот главные итоги минувшей недели пожалуй так прежде чем я перейду к рассмотрению того что называется операция спецоперация пятый срок или он же пожизненный это отдельная тема сейчас об этом обязательно поговорим сначала начну с того что может быть является более важным чем то что запланировано Путиным и в общем достаточно очевидно Украина предпринимает серьезные усилия по снятию России с нефтяной иглы она решает вот эту давнюю проблему которую многие из сторонников демократического развития видят в том что Россия у России Россия страдает от так называемого ресурсного проклятия ну то есть это теория в соответствии с которой если у какой-то страны очень много природных ресурсов в частности нефти и газа например то значит это это вредит демократии я не сторонник этой теории потому что огромное количество стран в которых много нефти газа много сырья и тем не менее они прекрасно развиваются та же самая Норвегия с ее изобильными запасами нефти и газа те же самые Соединенные Штаты Америки которые очень богаты разными природными ресурсами ну и так далее в общем то они демонстрируют что сырьевое проклятие в общем оно как-то не очень работает по крайней мере работает не у всех но тем не менее эта теория очень живучая и вот и вот Украина решила прийти России на помощь снять ее с вот с этой самой нефтяной иглы только за последнюю неделю были серьезно атакованы и повреждены шесть нефтеперерабатывающих заводов вот последние это славянский НПЗ на Кубани достаточно по оценкам экспертов очень с очень мощный нефтеперерабатывающий завод что это значит вот шесть НПЗ за последнюю неделю всего в Российской Федерации действует 36 вот имеется ввиду действующих не тех которые проектируются а вот именно действующих НПЗ 36 то есть за неделю было повреждено и были созданы серьезные помехи в работе одной шестой части то есть 17 процентов много это или мало но судить вам если за неделю так сказать удары по нефтеперерабатывающим заводам создали проблемам примерно 17 процентов этого этого ресурса главного ресурса России то можно считать что Украина идет правильной дорогой плюс еще были совершены удары по двум крупнейшим металлургическим заводам это Новолипецкий металлургический завод и Северсталь то есть это в общем такие ну что называется Украина отвечает асимметрично и отвечает ударами по ключевым объектам военной экономики России ну плюс еще ночью был были удары по аэропорту Домодедово то есть война потихонечку переходит на территорию России Россия отвечает или вернее наносит прежде всего удары по мирным жителям трагедия Одессы удар по Одессе это ну самый самый трагический удар это 15 15 марта в результате этого удара погибли 20 человек еще 55 человек получили тяжелые ранения многие находятся в очень тяжелом состоянии российская пропаганда постоянно называет Одессу русским городом ну действительно он конечно никакой не русский он украинский но дело не в этом дело в том что действительно в Одессе в основном говорят ну многие по крайней мере по крайней мере раньше такое было говорили всегда по-русски ну специфический одесский диалект но тем не менее это все-таки на базе в основном русского языка и вот это очень характерно что те города которые называются в российской пропаганде русскими по них по ним наносятся самые тяжелые удары они больше всего страдают еще один русский город который русский в кавычках конечно украинский город но говорящий на русском языке в основном это Харьков который на больше других пострадал от агрессии русского мира я думаю что в этих городах и в Одессе и в Харькове и в тех городах донецкой луганской областей которые остались на территории украины в них надолго создав будет выработан иммунитет против всего российского против всего русского и через какое-то время я думаю что и русский язык там очень сильно поубавится во всем случае я знаю очень многих людей которые в результате этой войны стали переходить исключительно на украинский язык ну вот собственно говоря это то что происходит на главном театре событий это это то что происходит в этой войне ну а теперь поскольку все таки сегодня завершается трехдневная спецоперация под названием пятый срок путина спецоперация по практически окончательному уже пожизненному правлению путина то несколько слов о ней ну прежде всего расскажу о нескольких акциях отчаяния на этом мероприятии поскольку никаких возможностей проявить какую-то свободу выбора на этом мероприятии гражданам россии не было предоставлено то некоторая часть из этих граждан тех которые все-таки ценятся свою свободу они совершили акт отчаяния то есть это были и так сказать выливание зеленки на в урну на избирательные бюллетени и поджоги избирательных урн таких случаев было зафиксировано на более 20 ну вот на сегодняшний момент и по крайней мере из того что я знаю где-то час назад я завершил работу по подготовке нашего с вами нашей с вами беседы и на этот момент было 15 уголовных дел возбуждено по 141 статье уголовного кодекса это как раз статья которая до пяти лет лишения свободы наказывает за попытку помешать работе избирательных комиссий то есть это вот цена цена той той того желания проявить свой протест которые совершили люди обливавшие бюллетени зеленкой или устраившие поджог урны для голосования скорее всего жизнь 15 таких таких таким людям будет испорчена но надо сказать что это не факт что только на пять лет потому что на существует инициатива у депутатов государственной думы от инициативы которые суть который заключается в том что их надо судить за измену в частности медведев очень активно пытается пытается так сказать людям вменить в качестве наказания 275 статью уголовного кодекса на государственные измены в форме оказания государственной помощи иностранному государству вот такая вот история ну давайте посмотрим что в чем же провинились эти люди водой не снимает сейчас вот Вот, держите. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Очень тяжелый разговор, но что делать? Они все, конечно, друзья нам, но истинно дороже. Последние цифры, которые известны, мне по крайней мере известны на сегодняшний момент, это то, что на период на 12 часов явка в ДНР превысила 88%. Я подчеркну, что речь идет о общей явке, которая считается за три дня голосования. Ну, короче говоря, я думаю, что Кремль очень старается, чтобы не только голосование за Путина превысило 80%, но и в целом явка тоже была примерно на таком же уровне. То есть это все нужно для того, чтобы явку путинский режим нагоняет усиленно, стараясь любой ценой людей привлечь на избирательные участки. Заманивая их там всякими бесплатной едой, всевозможными концертами и так далее. То есть для режима очень важно получить максимальное количество людей, присутствующих на вот этом спецмероприятии. Причем не просто нарисовать, а именно получить физически, чтобы была картинка. И вот российская оппозиция дружно, практически единогласно вносит свой вклад в обеспечение явки. Этому посвящена акция «Полдень против Путина». Я неоднократно уже говорил, мы с вами неделю назад собирались, тогда у нас такая небольшая дискуссия, я стараюсь, все-таки итоги недели это недискуссионная программа. И вот на предыдущем подведении итогов мой коллега, который сегодня, к сожалению, отсутствует, это украинский политолог Михаил Валентинович Савва, он сказал, что он поддерживает эту акцию. Ну, собственно говоря, как и подавляющее большинство оппозиционеров. Я с самого начала был против, считал, что это акция, и считаю, что это акция ошибка. Поскольку «Полдень» уже миновал, какие-то очень предварительные итоги этой акции можно подвести. Вот, смотрите, значит, я нисколько не сомневаюсь, что организаторы этой акции и те, кто поддержал, они скажут, что акция была очень успешной, что все прошло прекрасно, и что в результате путинскому режиму нанесен сокрушительный ущерб. Я так не думаю. У меня есть на это определенные доказательства. Я понимаю прекрасно, что нам нечего предложить было с самого начала тем людям, которые находятся на территории России, не могут уехать, но находятся в оппозиции к путинскому режиму. Режим, что называется, находится во внутренней миграции. И да, действительно, собраться, посмотреть в глаза тем людям, которые так же думают, но тут и возникает несколько вопросов. Во-первых, что касается успехов в России, в самой России, я бы разделил здесь. Оглушительный успех этой акции был, безусловно, за рубежом. Тут было очень много народа, которые пришли как раз в 12 часов в полдень. Отдельно про это тоже скажем. Значит, что касается России. Я видел несколько, значит, картинок с нескольких избирательных участков. И, скажем, зарубежные наблюдатели, и Ройтер, и Франц Пресс обратили внимание на то, что некоторое увеличение участников этой компании было в 12 часов. На нескольких участках. В частности, Франц Пресс отметил два участка. В России 94 тысячи избирательных участков. Существуют противоречивые данные по поводу того, где, как это было. В частности, один из самых ярких оппозиционеров российских, это питерский диссидент, еще советский политический заключенный, человек безупречной честности, который поддержал эту акцию. И он пришел в Питере на участок. И он пишет о том, что он там застал в своем телеграм-канале. Он сказал, что он пришел в 12 часов, на избирательном участке он был один. Потом, в начале первого, пришло еще человек 10. Все. То есть, понимаете, безусловно, при желании можно набрать некоторое количество участков в России, где были десятки, может быть, даже сотни человек. Но я думаю, что это не было массовым явлением. А теперь, что касается того, что за рубежом. За рубежом действительно были картинки, большое количество людей, которые собрались в Бангоке, в Париже, в Берлине, в Варшаве и так далее. То есть, в столицах стран Балтии и так далее. Но что это было? Это, да, безусловно, значительная часть этих людей, это были люди, которые собрались на акцию протеста. Но в конечном итоге российская пропаганда все это приписала огромному желанию проголосовать за Путина и вообще принять участие в этом мероприятии. То есть, там сплошь идет такая... Я просто посмотрел и РИА Новости, и телеграм-канал патриотических блогеров. Значит, там такие реплики в основном. Уехавшим из России судьба страны небезразлична. Значит, рады видеть всех граждан России, которые готовы отдать свой голос. Это комментарий посольства России в Берлине, где действительно тысячи россиян пришли на акцию полдень против Путина. В том числе и Михаил Ходорковский там был, и Юлия Навальная. Вот. И дальше, так сказать, Берлинское посольство, российское посольство в Берлине пишет. Количество желающих проголосовать на выборах президента России на избирательном участке номер 83-15 в посольство России в Германии увеличивается. Рады видеть всех граждан России, готовых отдать свой голос. Вместе мы сила, голосуем за Россию. Ликует Мария Захарова. Пишет о том, что, ну вот, недоброжелатели считают, что это все они организовали. На самом деле, люди, которые пришли в полдень или там до этого и после этого, они же не расходятся. Они потом и несколько часов стоят. Значит, это никакие не протестанты. Это люди, это патриоты России. То есть, ну вот, в конечном итоге, сухой остаток от всего этого мероприятия, это, безусловно, ну, скажем, результатов два. Реальных результатов два. Первое, это некоторое повышение явки. Не очень значительное, но повышение явки. То есть, в данном случае, это то, чего хочет путинский режим. Они обеспечили явку. И второе, это, поскольку были призывы голосовать за кого угодно, ну, а из тех, кто, так сказать, ну, представлен в качестве не Путина, понятно, что единственный, кто может хоть как-то соответствовать человекоподобию, это Дованков. В результате Дованков действительно, скорее всего, будет на втором месте, там, с каким-нибудь результатом, ну, например, 7 или 9 процентов. Зачем нужно делать политическую фигуру, раздувать политическую фигуру из очевидного конъюнктурщика и проходимца, я искренне не понимаю. Вот, поэтому это вот такой вот второй результат. Я, опять-таки, с пониманием отношусь к тому, что люди, вот, те люди, которые пришли на эту акцию, они, в общем-то, пришли для того, поскольку им другой возможности не предоставили, каким-то образом собраться, высказать свое отношение к происходящему, в данном случае у меня нет никаких негативных реплик для этих людей, которые в России и за рубежом пришли на эту акцию. У меня есть вопросы к организаторам. Я не понимаю, почему нельзя было, например, вместо, так сказать, следования повестки Путина, вместо этого не собраться, например, у каких-то, ну, даже не собраться, а просто поодиночке или всем вместе прийти и каким-то образом почтить память Алексея Навального, например, или других, или в целом прийти к каким-то мемориалам в честь политзаключенных, то есть просто принести цветы. Вы скажете, что это опасно? Вы скажете, что за это арестовывают? Ну, так простите. И по поводу акции «Полдень против Путина» тоже было объявлено, что это экстремистское мероприятие, и за это тоже задерживали. По крайней мере, такие случаи есть. Еще раз подчеркиваю, безопасных форм протестов в тоталитарном фашистском режиме не существует. И те, кто в России пытался это сделать, уже за это поплатились. Но в данном случае мне представляется, что все-таки в целом, если брать, ну, подведем итоги, конечно, посмотрим, сегодня, может быть, еще рано, но мне представляется, что эта акция, безусловно, ошибочная. Что с моей точки зрения, да, ну и главный вопрос, если брать итоги этого мероприятия, этого спецмероприятия, то, безусловно, главный итог – это признание или непризнание в конечном итоге вот этого мероприятия западными странами. На что в данном случае работает акция «Полдень против Путина»? Ну, что должны думать люди, которые видят, что россияне свободно собираются, и они, например, отдают свой голос за Дованкова. Пожалуйста, вот есть альтернатива. Призывают голосовать за Дованкова. Оказывается, один из аргументов, который высказывается за то, чтобы не признавать эту акцию, это спецмероприятие выборами, что это безальтернативный выбор. Ну, почему, где же безальтернативный? Вот, пожалуйста, Дованков, за которого призывают голосовать, и люди голосуют. То есть это как раз, с моей точки зрения, размывание того, что сосредоточенно демонстрирует сам режим, давая в руки аргументы, чтобы не признавать это мероприятие выборами. Пожалуйста, смотрите, вот россияне свободно приходят, голосуют. Вот они около зарубежных, российских агентств за рубежом собираются. Вот в России тоже картинка собираются, массово голосуют. Вот голосуют за Дованкова. Понимаете, это все, как мне кажется, аргументы за то, чтобы признать эти выборы. Это, еще раз подчеркиваю, это, мне кажется, ошибка. Значит, ну, еще из этого же мероприятия, которое действительно превратилось во что-то невероятно позорное, это то, как российские звезды, уличенные в голые вечеринки, вынуждены унижаться, и, так сказать, публично, друг перед другом и публично перед, значит, сторонниками Путина отчитываются о своем участии. Скидывают фотографии, скидывают, так сказать, скрины, показывают о том, как они голосовали за Путина. То есть молят о прощении, унижаются Киркоров, Ивлеева, Собчак, Валита, Дима Билан и так далее. То есть, ну, выглядит это, конечно, настолько отвратительно, настолько ужасно, что никакой, конечно, жалости к этим людей нет, и сочувствия они не вызывают, но уж больно противно. А теперь, как выглядит настоящий протест? Вот как выглядит настоящий протест против путинского режима, можно увидеть в действиях российских добровольцев, которые в эти дни заявили о том, что они идут на выборы, и совершили рейды в Курскую и Белгородскую области. Это речь идёт о Легионе Свободы России, о Русском Довровольческом Корпусе и Сибирском батальоне. Рейды, насколько я понимаю, достаточно успешные. Конечно, задача столь малыми силами захватить, полностью взять под контроль целиком две приграничные области такой задачи не ставилось, но определённый ущерб, значит, живой силе и технике противника был нанесён. И в целом, я думаю, что это достаточно серьёзная заявка на какое-то будущее. То есть задача напрямую ставится в свержение путинского режима военной силы. До этого пока очень далеко, но речь идёт о создании русской, российской добровольческой армии в составе Вооружённых сил Украины, которая в дальнейшем сможет действительно ставить перед собой такие задачи. До реализации этой задачи довольно далеко. Но для этого, безусловно, необходима концентрация политических воль трёх политических субъектов. Российской оппозиции, украинского политического руководства и Запада. Вот, как мне кажется, поставить себе задачу создания вот такой вот российской добровольческой армии, мне кажется, это было бы логичная и правильная задача перед российской оппозицией. Вместо того, чтобы совершать вот такие ошибки, как вот этот вот полдень против Путина. Очень многие задают себя вопросом, а что будет после этого спецмероприятия? Что Путин будет делать? Ну, вообще прогнозировать действия Путина довольно сложно, потому что что происходит в его безумной голове, поскольку эта голова явно не приспособлена для следования каким-то логическим правилам. Поэтому прогноз довольно сложно делать. Но из того, что мы видим, можно понять, что будет, безусловно, ужесточение режима. Иных версий, иных тенденций у этого режима нет. Ну, и второе, я не исключаю, что в условиях вот такого сложностей, так сказать, каких-то дальнейших успехов на территории Украины, вряд ли Путину удастся, скажем так, прирасти, присоединить еще какую-нибудь область к России. Но поскольку желание какого-то успеха, безусловно, существует, то я думаю, что есть определенные тенденции к тому, что, может быть, будет движение в сторону присоединения Южной Осетии и Абхазии. Ну, прежде всего, Южной Осетии, потому что здесь уже был разговор о том, что спикер парламента Южной Осетии сказал о том, что, может быть, будет проведен референдум о присоединении к Российской Федерации. Ну, то есть, вот таким вот образом, я думаю, что Путин может поддержать свой имидж собирателя земель русских. Ну, вот, собственно говоря, такие вот результаты прошедшей недели. Результаты, в общем, достаточно позорные для России, потому что для путинского режима в целом, потому что, на самом деле, добиться вот такого вот, значит, полного, в условиях полного контроля над российской территорией, над запуганным населением, добиться вот таких вот результатов, которым они сейчас щеголяют и радуются, это, в общем, ну, скажем так, достаточно позорная история. Дорогие друзья, на этом мы завершаем с вами сегодняшний обзор минувшей недели. Это был Игорь Яковенко на канале Сотовижн. Встретимся через неделю. Берегите себя. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова